ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня зовут Женя, мой никнейм Чуваш. Сколько тебе лет? Двадцать. Хорошо. Почему Чуваш? Так совпало исторически. Вот играли с друзьями, они начали меня так называть. Так все и сложилось. А почему они тебя так начали называть? Спросили, откуда ты? Откуда ты родом? С ночи Боксарска. Понятно. Давай сразу перейдем к самому главному. Расскажи, как вообще выглядело приглашение в империю? Ты сидел дома или как? Что происходило в этот момент? Ну, сижу я дома. Мам! Что? Ну, сижу я дома. Решил позвонить Диману. Ну, не просто так. Ой, короче. Позвонил Диме Корбану. Попросил, чтобы меня потести. Потестили, ребятам я понравился, и они меня взяли. С какими мыслями ты воспринял их финальное решение? Вот, Open Qual'ы и прочее. Воспринял я их очень бодро, потому что был уверен в себе и знал, что я пройду 100%. Был ли у тебя выбор? Другие офферы, другие предложения, вот какие-то... Ну, я тестился в один коллектив, не будем называть какой, там я пролетел мимо. Нравится тебе твоя команда? Обожаю, уголовно каждого. Как тебя встретили на бутгейме? Ну, хожу я в дом, кричит гостик. И вот Айбек. Вот вижу Айбека, понимаю, родной человек. А почему родной? Не знаю, просто вот, просто понравился. Как тебе атмосфера в целом в коллективе? Тут такой разношерстный коллектив, такие ребятки все интересные. Ну, атмосфера бывает иногда спорная, но в целом ребята неплохие. Всем респект. Всем респект, ты в доту, я понял. Как тебе тренер Арзик? Вы пришли в команду вместе, как он, на твой взгляд, вообще справляется? И пересекался ли ты с ним до этого где-то? Ну, пересекался, но очень косвенно. Но сейчас он мне понравился. Тоже очень бодрый. То, что нужно команде. Чувствуется. Как ты считаешь, что нужно команде? Ты по какому критерию определил, что он то, что нужно команде? Качество. В плане, он пытается сделать для начала команду, что очень важно. Ну, и понимает доту, что ему еще надо от тренера. Это хорошо. Есть один такой момент. Я точно знаю, что у тебя одним из твоих лучших дота друзей является бывший игрок Team Empire Володя Чапи. Может, даже и в принципе лучших друзей, не уверен. Но очень уж много он с тобой общался, пока работал и играл за империю. Ты, наверное, знаешь, что его репутация бежит впереди него. Вот он своеобразный такой паренек. Как ты сам относишься к его вот такой специфичной манере игры в паблике? Вот эти все его мувы с шедоу амулетами там? Ну, раньше это было безнаказанно. Сейчас вот начали форситься всякие темки. Но я думаю, в целом геймплей это сильно влиять не должно компенсив. А сколько раз он тебе игру за руиняло? Было такое, чтобы он попадался против тебя или за тебя и как-то играл? Нет, такого вообще не было. Вот с Вовиком всегда выигрываю. Но я его просто мотивирую. А, то есть у тебя есть на него рычаги. Ты с ним советовался, прежде чем идти сюда? Общался? Нет. По нашей организации ходит такая байка, что ты чуть или просто реально спалил микроволновку на бутгеймпе. Вот ты можешь про это рассказать? Вообще, как это произошло? Потому что когда мне рассказали, я не поверил. Ну, приезжаем мы на бутгеймп, кушать нечего. Поехали в магазин. Вот, взяли еды. Мне очень захотелось попкорна. Ну вот, купили попкорн, приезжаем, ставлю его в микроволновку и забыл о нем. Вспомнил им, когда начал... Такой легкий дымок пошел по дому. Легкий, да? Как тушил? Да там ничего не горело, просто воняло часа четыре еще. Нет, не четыре. Примерно еще где-то месяца три примерно. В итоге выкинули микроволновку. В чем... Ты уже когда-то принимал участие в открытых квалификациях? Хотя бы один раз? Да. Как был результат? Ну, вспоминаю это, вот, сердце разрывается. А ты за кого играл тогда? Я тогда играл за Каманча. За Каманча. Это был прошлый год. Это был прошлый год, да. Ну, может, позапрошлый. Но суть в том, что мы побывались против Сикрет. Мы были очень близки к победе, но благо из нас играть никто не умел. Мы обосрались. Хорошо. Что, на твой взгляд, является определяющим фактором в подготовке команды к открытым квалификациям? Именно команды. Ну, тут сложно. Команда как команда? Да. Как должна готовиться команда, чтобы пройти опенквал? Вот, ну, настрой какой? Ну, грубо говоря, надо, чтобы команда нашла свою игру. И уверенно исполняла ее. Хорошо. А в чем заключается твоя личная подготовка к опенквалу? Вот, как ты себя готовишь? Ну, может, чуть-чуть в моральном плане, но это... Не думаю, что это возникнет проблемы. В основном, я игровую героев, о которых говорит мне тренер. Так. Ну, в принципе, играю кланвары, и все. А у тебя есть какие-то внешние мотиваторы? Вот, ты говоришь, в моральном плане нет проблем. Это ты по жизни такой, или у тебя есть какие-то источники мотивации, обыкновения? Может, какая-нибудь литература, фильмы, книги, там, друзья, что-нибудь такое? Вот, мне стыдно об этом говорить. Я смотрел очень много спортивного аниме. А почему стыдно? А почему все так стыдятся? Все знают, что анимешники не люди. Я не знаю, например. Ну, теперь знаешь. Я просто, видимо, слишком старый. А почему ты считаешь, что... Как считаешь, почему такая тенденция, что анимешники не люди? Ты из чего пошел? Энви виноват, наверное. Да, в основном, с поведением, может, какого-то. Просто так исторически сложилось. Назови, пожалуйста, игроков, на игру которых ты мог бы равняться, или равняешься на самом деле. На самом деле, в определенный момент времени на меня очень сильно повлиял жерокс, когда был патчерц спиридов и прочей булды. Ну, а в целом, так, на всех тиротин игроков более-менее. Ну, ты, как правило, смотришь, наверное, на четверок, или в целом... Ну, на четверок и, наверное, на пятерок. А коров не засматривалось. А в чем, как ты считаешь, сила? Вот, GH, GX? Ну, вот сейчас я бы сказал, что это спорно. Не то, чтобы они очень сильно выделяются, но побеждать им этого хватает. Но суть в том, что они очень тонко видят начало игры, говоря, которую им надо вести. Все прекрасно понимают, где им нужно быть, что им нужно сделать и зачем им это нужно сделать. Раз уж ты сам четверка, кто же все-таки лучшая четверка был? Лил. Точно? Это ты честно говоришь? Или это так? Ну, хорошо. Подстепнуть. Ну, сейчас... А, именно в СНГ? Да, ну, мы же тут самый главный спор. Рожжера можно считать за СНГ или нет? Что они все-таки вирту спор? Все, я понял. Дальше можешь не продолжать. Как ты оцениваешь вообще в целом шансы команды? Ну, Open Clal проходится на одном дыхании. Так. В закрытых. Не то, чтобы стопроцентные, но близко к этому. Кто главный соперник, на какой взгляд, в Open Clal'ах и в закрытых, если пройдешь его? Не то, чтобы я сказал, что есть кто-то именно какой-то архи-злодей, кто-то какой-то главный соперник. Все ребята хороши, но думаю, что мы справимся. Надеюсь. Если бы Valve доверили тебе дальнейшее развитие доты, что бы ты сделал в первый рабочий день? О, это очень сложно. У тебя всего один... А людей банить можно? Вот ты пришел, и твое первое вот распоряжение по доте. Я бы кого-нибудь забанил. Кого? Наверняка есть кто-то, кого бы ты забанил. Вот много уровень не вспомнить. Начал бы с моего отличного друга ЛТВ. Ты его очень любишь, я понял. Твой любимый игрок в пабе? Саня Никс. А твой нелюбимый игрок в пабе? ЛТВ. Что же такого он тебе сделал, что он такого не любил? Ладно, я понял, личное. А с Ростиком попадаешься в пабе? В последнее время очень часто вместе с ним начали нажимать. Винерейт в целом около 50%. Ну, вроде неплохо. А ты, как правило, с ним вместе в команде играешь? Ну, в одной команде сыграли игр 10. Достается тебе это? Нет. Не достается. Жалеет тебя. Хорошо. Удачи тебе на открытых квалификациях. Удачи тебе, надеюсь, и на закрытых. Все мы будем в это верить. Если у тебя есть какие-то приветы, пожелания и так далее, можешь искать в камеру. Ну, привет маме, папе и нашим спонсорам, разумеется. Красавчик. Спасибо. Газа текла. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...